На просторах Среднего Урала случай лютейшей везухи, ну, читай, прухи, был зафиксирован в рамках тотального трехдневного рейда гаишников по пьяным и бесправным пилотам. Невероятно проперло одному рулевому в камуфляже, который бухнул, ну, видимо, накануне, и в его выхлопе был алкоголь, но даже гаишник констатировал, что водителю повезло. Известно, что трезвый пилот это тот, кто выдувает в дудку четыре нуля, 0,00000 мг на литр. Но поскольку дыхательный аппарат может давать погрешность, ну, такую, знаете, не греховность, а легкую погрешность, постольку официально считается, что допустимый показатель алкотектора 0,16 мг на литр. А впрочем, доловит себя тяну, смотрим на пилотскую везуху. Стоп, стоп, выдох, выдох вперед, выдох не прерывается. То есть, пока я его беру, выйдем, выiseen, вырезаете. Сейчас тогда подойди, давайте. Повторяем процедуру. Дым, зым, 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 зим, зым, зым, зим, зим, зим. Всё, идем анализе. Допустимая норма 0,185, и яна встречаем endured этого. 0,141, то есть остаточное явление у вас имеется. Это вам повезло. Вот раньше, Бывалыча, рассказывая о гаишных рейдах по пьяным, мы акцентировались на чудо-алкобогатырях, которые выдували в трубку 2,2 мг на литр и даже 2,4. Были такие случаи. Это цифры, превышающие планку состояния именуемого «пьяная кома». Эти люди умудрялись рулить и при этом ехать и, главное, никого не сбивать. Но сегодня получилась обратная ситуация. Вроде водитель с выхлопом, но с таким мизерным, что проскочил на тоненького и улизнул от штрафа в 30к и лишения прав до двух лет. Если же от этой частной везухи выйти на обобщение, то за три дня рейда гаишники в нашей любимой опорной области пресекли, прикиньте, свыше 7 тысяч нарушений ПДД. Но это, конечно, не только пьяные и бесправные. Проверяли всех на все. Самое массовое нарушение – это необремененность пилотов и пассажиров. За три дня было выявлено почти полторы тысячи таких косяков. Еще более 1200 нарушений ПДД совершили пешеходы. Что касается пьяных и бесправных, против которых в основном и был направлен гаишный рейд, то таковых, конечно же, были куда без них. Пойдет звуковой сигнал. Все, все, все. Нет, 820. Всего за три дня гаишники хлопнули 100 бухих пилотов и 130 бесправных. Ну и бонусом пошли 200 фактов неправильной перевозки детей, 200 случаев непропуска пешеходов, 98 выездов навстречу, ну и далее по мелочи. Гаишники напоминают, что в январе этого года количество погибших в ДТП увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым январем. Ну и поэтому тотальные шмоны на дорогах будут продолжаться в регулярно плановом режиме. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.